Эти кадры были сделаны жителями Ялты. Дождь, не прекращавшийся с ночи, за 6 часов дал городу месячную норму осадков. Первыми под удар попали подземные переходы, которые вода стремительно заполнила. Местные жители справляются кто как может. Автомобилисты вынуждены оставлять свои машины, которые словно игрушечные лавируют по улицам города. Более двух тысяч человек остались без электричества в большой Ялте. Из-за непогоды отключено 80 подстанций. Туристы не ожидали. В Крыму вместо солнечного такой дождливый прием. Улица Киевская превратилась в свирепую реку. Из-за большого потока воды образовались пробки и аварии. Как вы можете заметить, машинам попросту негде развернуться. Их заносит. Многие люди побросали свои машины и вынуждены передвигаться пешком. Подмытой оказалась система газоснабжения. Без голубого топлива остались 60 абонентов. Подтоплены придомовые территории. Из некоторых жители многоквартирных домов эвакуированы. Въезд в город перекрыт по распоряжению местных властей до стабилизации ситуации. В Ялту стягивают дополнительные бригады спасателей. Спасатели и сотрудники ГИБДД на посту оказывают помощь всем. Наряды полиции патрулируют улицы с целью недопущения противоправных действий. В сжатые сроки были мобилизированы все силы профильных служб полиции для оказания содействия сотрудникам экстренных служб по охране общественного порядка, регулированию дорожного движения, а также обеспечению безопасности имущества граждан в городах Керчи, Ялте и Еленском районе Крыма. Глава администрации Ялты Янина Павленко в своих социальных сетях сообщила о том, что ближе к вечеру дождь постепенно прекращается. Люди, которые были вынуждены покинуть свое затопленное жилье, находятся в пунктах временного размещения. Переселили людей, которые нуждаются сейчас в жилье, уже 62 человека. Продолжается сбор людей по городу и дальнейшее их расселение. Благодарю всех предпринимателей, все средства размещения, которые откликнулись и предоставляют нам сегодня помещения для расселения людей. Не обошлось без жертв. Один человек погиб в результате ливневых дождей. Им оказался мужчина 26 лет, которого унесло потоком воды. На данный момент практически каждое профильное ведомство выделило сотрудников из личного состава на помощь для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Все они находятся в тесном взаимодействии со штабом. Вода в центре города сошла. Все силы брошены на помощь жителям и на устранение последствий наводнения. Ситуация с комплексом опасных метеоявлений находится на постоянном контроле правительства республики. С 18 июня колл-центры принимают звонки от пострадавших в результате ЧАЭС в зонах подтопления.